Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи из 18 предприятий по сбору мусора только 4 полностью выполняют свои обязательства. Такую статистику озвучили на совещании в мэрии. Стрижка сегодня для буйного цветения летом. В парке имени Фронза сегодня приступили к кронированию олеандров. В солнечном круге сегодня объединились 500 учеников. Необычный флешмоб прошел в первой гимназии. Школьники и солдаты сегодня соревновались в скорости и ловкости. В Сочи прошли соревнования, посвященные столетию Красной Армии. Больше полумиллиона дел рассмотрели мировые судьи Кубани. Служители Фемиды сегодня подвели итоги работы за минувший год. Участие в коллегии приняли глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. В 2017-м в суды Кубани поступили почти 20 тысяч уголовных дел и больше 150 тысяч гражданских. Это практически столько же, сколько и в предыдущие годы. Особое внимание на совещание уделили борьбе с самовольным строительством. Количество судебных решений в пользу застройщиков о признании права собственности кратно снизилось. Количество дел названной категории возросло с 1881 дела до 2552 дел. В целом суды края не допускают ошибок при рассмотрении дел указанной категории, принимая решение о сносе построек, установив, что объекты возведены с грубым нарушением требований, установленных генеральным планом, правилами землепользования и застройки, проектами, планировок территории и другими нарушениями. Свои решения суды основывают на выводах, проведенных по делам судебных строительно-технических и землеустроительных экспертиз. Сегодня все вместе мы с этими самостроями боремся. Тем не менее, в прошлом году узаконены через суд многоквартирных домов. В крае всего 40, а в 135. Это значит, если мы не сможем отменить эти судебные решения, это пока про первые инстанции, значит, власть должна будет и обязана подвести коммунальные сети, даже если и близко они там не планировались, и обеспечить все необходимые инфраструктуры. Сегодня ваше решение, само решение, его можно отменить даже в установленном законном порядке через определенное время, месяц, два, три. А вот правовые последствия, которые решение может уже создать, порой отменить невозможно даже годами. Особую значимость сегодня приобретают и коррупционные дела. За превышение должностных полномочий, получение и дачи взяток были осуждены более 280 человек. Губернатор проверил, как исполняются его поручения. О самых значимых из них расскажут наши краснодарские коллеги. Своих детей сегодня Вишняковский сквер приводит уже те, кто сам когда-то, будучи школьником, здесь гулял с родителями. Зеленая зона выглядела по-разному. Заметно изменился сквер после большой реконструкции. Новые дорожки, скамейки, газоны и клумбы. Отдельно даже есть детские площадки. Но все так же с центральной аллеи всех отдыхающих приветствует Владимир Ленин. Первый на Кубани памятник вождю пролетариата было решено сохранить, как и саму площадь сквера, который теперь стал еще зеленее. Проведена формовочная обрезка всех деревьев на территории сквера. Если говорить в целом именно об объектах озеленения, то вообще высажено более 20 тысяч объектов озеленения, более 50 деревьев новых. Что касается сноса, максимально мы приложили усилие, чтобы сохранить именно ту зелень, которая здесь была, чем славился всегда этот сквер. За благоустройством Вишняковского сквера следили и горожане, и даже губернатор края Венемин Кондратьев вместе с мэром Краснодара не раз выезжал на место реконструкции. Тогда же глава региона обозначил свою принципиальную позицию по строительству капитальных зданий на территории зеленых зон. Несколько лет назад участок рядом с Вишняковским сквером передали под возведение гостиницы. Сейчас идут судебные разбирательства, чтобы вернуть эти земли в границы зеленой зоны. Даже самые большие покровители никому не позволят в парках города Краснодара строить гостиницу. Давайте то, что осталось зеленого, сохраним для города или горожан. О выполненном поручении губернатора рапортует и в Белореченске. Здесь появилась многофункциональная спортплощадка с уличными тренажерами и зоной воркаута. С просьбой оборудовать место для занятий физкультурой местный житель обратился к Венемину Кондратьеву на приеме граждан. Есть у нас немножко удален от центра города микрорайон. И вот как раз таки хотели попросить, чтобы поставили эту площадку там. Сегодня мы сделали такой алгоритм, график, можно сказать, дорожную карту установки спортивных площадок с элементами паркаута. И даже без, многофункциональные они называются. Осталось только подождать. И я надеюсь, что площадка на самом деле будет. Но меня больше волнует вопрос не то, чтобы она была вот в том микрорайоне, о котором вы говорите. Они в целом должны появляться по краю. И вот здесь основная сегодня наша задача. Потому что дети – это вот то, наше завтра, о котором мы можем позаботиться сегодня. Спорт стал доступнее не только для жителей больших городов. Новые комплексы и залы по поручению главы региона стали открывать в маленьких станицах и хуторах. В поселке Степном Кавказского района, например, всего 13 улиц. И живет там чуть больше тысячи человек. Открытие школьного спортзала для них событие скорее историческое. Наша школа существует с 1933 года. И никогда в ней не было спортивного зала. Даже в поселке никогда не было спортивного зала. Днем, конечно же, здесь будут вестись уроки физкультуры. После обеда здесь будут секции. Ну а в вечернее время местные жители смогут заниматься спортом. А для тех, кто предпочитает спорту досуг культурный, в районном центре вновь заработал кинотеатр. Его открыли в Кропоткине после капитального ремонта. Зрителей киноцентр не принимал почти 20 лет. Теперь в дни премьер фильмов от желающих просто отбоя нет. Люди приходили, а им не хватало билетов. Было обидно, конечно. Приходили не только молодежь, приходили более старшее поколение. Это бабушки, которые смотришь. Наверное, последний раз они были лет 20 назад в кино. Эти глаза блестящие. О том, что у нас заработал наконец-то кинотеатр. Немало поручений глава региона дает прямо во время встреч с жителями. В Новокубанском районе Вениамина Кондратьева попросили помочь с ремонтом музыкальной школы в Станице-Советской. После реконструкции в учебном корпусе появились просторные классы и концертный зал. Больше полусотни детей приходят на занятия по хоровому пению, учатся играть на аккордеоне, баяне, фортепиано. Открытие музыкальной школы для многих из них стало большой ступенькой к осуществлению заветной мечты. Я хотела бы стать пианисткой. Я хочу везде выступать, чтобы меня все видели, мама, чтобы видела. Мария Крошная, Юлия Кишинева, Денис Перец, Эдуард Тараканов, Кубань-24, Краснодар. В Сочи из 18 предприятий по сбору мусора только 4 полностью выполняют свои обязательства. Такую статистику озвучили на совещании по проблеме твердых бытовых отходов, провел его глава города. Анатолий Пахомов подчеркнул, компании, сотрудничающие с такими бизнесменами, вредят курорту. Мусор у абонентов все предприятия забирают одинаково. Но вот дальше история у всех разная. По правилам, мусоровоз должен вывести отходы на полигон за пределы города. Но, как стало понятно, после просмотра дорожных камер, так делают только 4 компании. Остальные сбрасывают мусор либо на земли на спарка, либо увозят и выкидывают в селах. Могут и подбросить на контейнерные площадки Саха. Есть и такие, которые договариваются с водителями спецавтохозяйства, и те за деньги перегружают чужой мусор себе. С начала года выявлено и уволено 6 таких водителей. Но этим проблему не решить. Такие предприятия получают абонентов деньги, а по факту утилизировать мусор приходится муниципалитету. Анатолий Пахомов решил провести серию встреч с руководителями сочинских организаций. И настоятельно предложить им заключать договоры только с ответственными подрядчиками. Иначе придется подключиться к внеплановым субботникам. Вот этого мы терпеть больше не можем. Если вы будете продолжать дальше заключать договора с этими ребятами, то мы вас будем возить. И вы будете вывозить с леса, будете вывозить с населенных пунктов и так дальше. То есть этот разговор мы проведем такой, что вы патриоты нашего города и должны правильно понимать. И чтобы было доказательное, все-таки это руководителю, надо будет сказать, вот себестоимость такова. И меньше ее нельзя. Как можно ее уменьшить? Ну, наверное, ее можно только увеличить. Чем меньше предприятия, тем себестоимость будет больше. Чем больше предприятия, тем себестоимость будет меньше. И больше спецавтохозяйства или сегодня чистой Сочи у нас нет. Также глава города поручил спецавтохозяйству усилить работу абонентского отдела. По итогам прошлого года почти половина вывезенного мусора оказалась бесхозной, то есть никем не оплаченной. В этом году, правда, статистика улучшилась. Только за полтора месяца предприятие заключило 120 договоров с юридическими лицами. КАМАЗ наехал на женщину с ребенком. ДТП произошло накануне вечером в Красной Поляне. По предварительным данным, 32-летний водитель КАМАЗа выехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 43-летнюю женщину и ее 8-летнего ребенка, переходивших дорогу на зеленый свет по зебре. В результате ДТП мать и сын доставлены в больницу с различными травмами. К другим новостям. В парке имени Фрунзе сегодня приступили к кронированию деревьев. Работа эта ежегодная проходит в рамках выполнения поручений от сочинцев. Парк имени Фрунзе – одно из любимых мест отдыха как горожан, так и гостей курорта. Сквер чистый и ухоженный, но парк должен быть не только красивым, но и безопасным. Сегодня здесь приступили к кронированию деревьев. Платаны уже обрезали, теперь на очереди дубы. Сегодня рабочие удаляли на деревьях сухие ветки. Они не только мешают нормальному росту растения, но и могут угрожать безопасности гуляющих на набережной. Старые ветви обрезают, весь мусор тут же собирают и вывозят. Особенно много просьб жителей было, и мы сами это видим, где у нас на прежних частях уже где-то и разрослась наша зелья, наши кустарники. Сейчас мы их должны привести в красивый вид, сделать правильную форму. На улице Черноморской олеандры мы сейчас хорошо тоже освежили. На Черноморской олеандр вдоль дороги сегодня кронировали с самого утра. Кустарники обрезали почти под самый корень. Такую процедуру проводят каждые 3-4 года. Так можно придать растению компактную форму и стимулировать рост молодых побегов, на которых уже летом зацветут яркие цветы. Лучший подарок к празднику – долгожданная работа. В Сочи ко Дню Защитника Отечества приурочили ярмарку вакансий. Акция «Служба занятости Защитникам Отечества» охватила весь край. Подобные ярмарки вакансий уже прошли в Адлерском и Лазаревском районах. Сегодня в Центральном и Хостинском. Наша ярмарка проводится с целью информирования граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, о том, что у нас можно пройти профобучение, переподготовку или получить смежную профессию. Также можно реализовать себя в открытии собственного дела. О своем желании принять на работу новых сотрудников заявили 20 работодателей. Это и образовательные учреждения, и представители санаторно-курортной сферы, и строительные организации. Городу нужны водители, полицейские, врачи, повара, официанты и администраторы. Всего на сегодняшний день работодателям заявлено более 4300 вакансий. Также на ярмарке можно было получить бесплатную консультацию по трудовому законодательству. В Сочи стартуют мероприятия, приуроченные ко дню молодого избирателя. Он отмечается в феврале. Сегодня избирком совместно с городским управлением молодежной политики организовал информационную акцию для молодежи «Я гражданин России, я избиратель». В ходе акции студенты встретились с представителями избирательных комиссий Сочи, депутатами городского собрания и общественными деятелями курорта. Затем молодежи предложили заполнить тесты анкеты, состоящие из вопросов по истории города и России, основам избирательного права и особенностям избирательной кампании на выборах президента России 18 марта. Ко всему прочему, такое тестирование носит общеобразовательную направленность, отмечают организаторы. То есть, проходя тесты, школьники, либо, как в нашем случае, студенты, повышают уровень своих знаний. Знаний в правах. Одно из главных и основных прав – это право на участие в выборах. 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации, и мы хотим, чтобы наша молодежь активно приняла участие в выборах и воспользовалась своим активным избирательным правом. Празднование Дня молодого избирателя закончится в день голосования 18 марта. По традиции, избирком Сочи запланировал на этот период массу мероприятий. Это и дни открытых дверей, всевозможные фестивали и форумы, направленные на повышение правовой культуры. К слову, 18 марта свой гражданский долг впервые исполнит 2000 молодых жителей Сочи. И подобные акции позволяют ребятам подтянуть свои знания и уточнить информацию о своем конституционном праве. При каждой выборной кампании есть определенные нюансы, как в этом году. Избиратели не прикреплены к месту регистрации, а могут проголосовать на любом избирательном участке, не только на территории Российской Федерации, но и в 145 странах открытые избирательные участки. Как раз таки вот это мы все рассказываем нашей молодежи, чтобы они свободно владели и могли в полной мере на законных основаниях использовать свое избирательное право. Сейчас я считаю, что молодежь повышает свою гражданскую позицию постепенно. И все больше и больше людей собирается идти на выборы, среди моих знакомых, по крайней мере. Я не сомневаюсь, что будущая страна не зависит от людей, я это знаю. В целом, сочинская молодежь активно принимает участие в развитии избирательной системы края. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ В Адлере отметили Международный день родного языка. В районном Доме культуры состоялся тематический концерт. В мире почти 6 тысяч языков, из них треть в критическом состоянии, некоторые на грани исчезновения. Проблема гораздо глубже, чем кажется. С этим солидарны сочинские депутаты, поэтому приняли активное участие в организации особого мероприятия. Родной язык каждой национальности – это его культура, это его история, это его богатство. А в городе Сочи, где больше 100 национальностей, этот вопрос стоит наиболее серьезно. Мы за то, чтобы каждая национальность, живущая в городе, знала свой родной язык. Язык пропадает, пропадает народ. Поэтому это так настолько связано, что вообще я считаю, что это один из важнейших праздников, которые мы должны праздновать как истинные патриоты. В холле развернулась выставка «Работ», некоторые с этническими мотивами. Со сцены звучали стихи и песни на разных языках. Дети и взрослые должны знать, что происходит у нас, какие у нас писатели, поэты, больше думать на своем языке, сочинять. К проекту присоединились и военно-патриотические центры. Такие мероприятия – лучший урок на тему «Моя Родина». Они объединяют, сплочают нашу молодежь. И хотелось бы проводить их регулярно для наших ветеранов, для наших деток и для подрастающего поколения в целом. О чем поют и рассказывают участники независимо от языка, было понятно всем. Слова о добре и любви на всех наречиях в мире звучат одинаково тепло. В солнечном круге сегодня объединились 500 учеников первой гимназии. Необычный флешмоб образовательное учреждение организовало в рамках «Месячника по оборонам массовой и военно-патриотической работе». Месячник оборона массовой и военно-патриотической работы в городе стартовал 23 января. И за месяц в Сочи запланировано более 1200 мероприятий. На этот раз они проходят под девизом «Овеяна слава и родная Кубань». А все потому, что в этом году регион отмечает 75-летие освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков. На всех многочисленных акциях, в которых участвуют ветераны и военнослужащие, с ребятами говорят о любви к родине, об истории родного города, края и страны. А в первой гимназии сегодня провели флешмоб, который назвали «Солнечный круг». Спонтанное массовое мероприятие также направлено на патриотическое воспитание. Настолько все хорошо знали, а сейчас мы поняли, насколько это было страшно и насколько это была страшная битва. Мы должны беречь свою родину, чтобы не возникали конфликты с остальными странами. И мы должны быть добрыми, отзывчивыми людьми, детьми. Новое поколение, чтобы было хорошее, и мы не допустили таких страшных войн. Мира! 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 Ребята очень серьезно относились ко всем мероприятиям. Они понимают, что у нас есть история. Историю, которую мы все должны помнить. Нашей страной мы должны гордиться и прославлять, и работать на благо нашей страны. Тем более, что в рамках еще этого месячника у нас побывали лидеры России. И это вдохновило нас на какие-то новые свершения. И очень многие выпускники гимназии становятся действительно лидерами России. Мы сегодня поставили большую финальную точку. Ко всему прочему, в рамках месячника школы города принимали участие в конкурсе «Строя и песни». Накануне прошел смотр образовательных учреждений Центрального района, где отряд первой гимназии занял первое место. Итоги же месячника в Сочи подведут 27 февраля. Лично вручить подарок солдату решили 90 сочинских школьников. Для них организовали экскурсию в военную часть и спасательный центр. Под звуки марша торжественная часть началась в одном из подразделений Росгвардии. Школьники привезли не только коробки с подарками от всего класса, но и приготовили творческие сюрпризы. Пели, читали стихи, вручали рисунки. Самих же подарков оказалось столько, что солдаты не смогли их все удержать в руках. Презенты ко Дню защитника Отечества ребята собирали в школах. Упаковывали сладости, приятные мелочи, открытки. В ответ на такое внимание им приготовили ответный подарок – экскурсию в конно-кинологический центр МЧС. У Южного центра есть филиалы в Геленджике, Архызе и Крыму. Здесь же в Сочи обитают 37 коней и 8 собак. Помогают спасать жизни людей, а в свободное время с удовольствием общаются с гостями. Дни открытых дверей позволяют нам с деток ознакомиться с конным, кинологическим, спасательным делом, привлечь студентов, деток к этому замечательному делу. В дальнейшем вырастает подрастающее поколение, которое выбирает специальности данного направления. Мы пополняем спасателей наших по всей стране. Дети – это наше будущее. И тот патриотизм, который мы сегодня вкладываем в их головы, это как раз тот момент, над чем надо работать, даже, я бы сказал, не ежемесячно, еженедельно, а ежедневно. Дети с большим желанием занимаются, смотрят, изучают. Многие мальчишки уже изъявляют желание поступать в военное училище. Подобные экскурсии запланированы также в пожарной и военной части. Всего в преддверии Дня защитника Отечества к этим самым защитникам отправятся почти тысячи сочинских ребят. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинские легкоатлеты и солдаты военных частей сегодня соревновались в скорости и ловкости. В Сочи прошли соревнования по легкой атлетике, которые приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества. О целях и задачах совместного турнира Ольга Десятого. В одном ряду нынешние солдаты и будущие защитники Отечества. Спортивные соревнования, в которых плечом к плечу за медали борются юные спортсмены и военные, в Сочи проходят ежегодно, в честь 23 февраля. Но в этом году турнир приурочили к еще одной важной дате – столетию создания Красной Армии. Дети старших классов – это наши допризывники, которые на этих соревнованиях встречаются с теми же бывшими школьниками, которые пошли в армию буквально год назад и меряются силами, готовясь в том же числе служить в армии. В патриотическом турнире в этом году участвуют более 200 человек. Половина из них – военные из пяти войсковых частей, которые дислоцируются в Сочи. Турнир с каждым годом растет. Для сравнения в прошлом году свои спортивные возможности демонстрировали солдаты всего из одной военной части. В том числе и на таких мероприятиях юноши узнают об особенностях военной службы в мирное время и уже не боятся предстоящего призыва. Это очень хорошо, потому что я в будущем тоже буду военным и надо стремиться поддерживать физическую форму. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, подтягивания, эстафеты, перетягивания каната – такова программа турнира. Кстати, из года в год организаторы пытаются разнообразить состязания, добавляя для нынешних и будущих военных все новые испытания. Конечно, очень хотелось бы, чтобы все, не только школьники, и даже те, кто в институте уже учится, и которые не служили, равнялись на нас. И, соответственно, мы будем показывать им, давать пример. На наших плечах лежит очень большая ответственность. Это защита, именно с нашей стороны, это защита воздушных рубежей. И, ну, а кто, если не мы. Спортивные соревнования прошли в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы, показавшие самые высокие результаты в разных видах программы, получили заветные медали. Свои подарки военным подготовили и юные легкоатлеты. Это спортивный инвентарь для того, чтобы те, кто сегодня отдает свой долг родине, могли держать себя в хорошей физической форме. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.